Спасибо тем ребятам в чате, привет зритель, которые не вытащили дальше чата новость о том, что кошка пропала на четверо с лишним суток, которые вчера всё-таки нашлась. Она у меня тут, значит, творога поела, молока попила. Хочется, видимо, мяса, которое она вчера ела, куриное мясо, я ей оставила целую ножку, отдала. Я уже не надеялась, что она явится. Ну, как бы пробежала кошка, я её, правда, перепутала, думала, что-то она, а так оказалась другая кошка. Похожая, если слепыми лёлькиными глазками на неё смотреть. Ну, короче говоря, сейчас эта кошка приволокла сюда маленькую живую мышку. Я думала, она приволокла мышку, чтобы её тут съесть. Ну, она как бы смотрит, творога она поела, больше творога она не хочет. Молока она попила, тоже больше молока не хочет. И тут она притаскивает малюсенькую мышку. Ну, сначала просто при приёме, я ещё сказала, ну, хочешь мясо, иди, лоби, мышь. Тут вроде как появились. А вот под обоями мышка ночью ходила. Есть у меня стишок про обоями, под обоями мышка ходит. Я тут этот супчик ем, борщик. Эй, кот, видать, меня правильно поняла. Стала такая пуганная. Я понимаю, ты хорошая, смелая кошка Алиска. Но не надо же быть настолько супер смелой. И, в общем, она сегодня боялась из дома выходить. На всё глядывалась, по стене ползла за воробушками, которые с другой стороны вообще-то гнездо свели у окна. И, видать, ей кто-то из воробушков в жопу клюнул. И раньше ей вот позапрошлый приезд в жопу клюнули. Большие птички забыла, как их звать. Потому что она к ним на березу в гнездо лазала. И она бежит, они её в задницу клюк. Ну, не совсем в задницу, где-то выше хвоста или ниже хвоста. Ну, как-то так, не совсем в задницу, боком даже. И она, значит, это и прифигела и пошла дальше. А тут её в жопу клюнула птичка, наверное. А не сильно так вот просто продлежала, типа того, что хрен ли ты тут, кошка, лазаешь. Не надо наших детёнышек пугать. Всё равно бы не поймала. Ну, и, в общем, она испуганно сразу в блокнот прыгнула. Так вот, она сейчас поймала мышку. И выпустила её. Я так думаю, ну, как бы пришла, положила так мышку, села. Я думаю, мышку что ли поймала? А, сначала думала, что она испугалась. Потом она, значит, присела, так говорю, мышку что ли поймала, сейчас будешь есть. Она её отпускает, и мышка по всей избе бежит. Я говорю, нахрен сюда живую мышку приносить, а? Я вот не пойму, она её где держит-то вообще? Поймала, не поймала. У нас тут потолочный суперсвет, который в прошлом году ещё сделали. Где твоя мышка, чучело? Так вот, спасибо тем немногим зрителям из чатика. Почему немногим? Потому что там небольшое количество в этом чатике зрителей. Которые новость о том, что кошка пропала, дальше чатика не увезли. Ну, где она тут? Ты поймала мышь-то? Дура. Ладно, умная, хорошая кошка, которая четверо суток не откликалась вообще. И хозяин четыре суток не спал. А она, ну, как бы, три ночи хреново спал. А на четвёртую ночь вообще обморок словил и от жары, и от нервов, и от всего, чего можно. Но вчера мы ездили в Прилуке на велике, на великах с соседскими ребятами. Ну, в смысле, там девочка, ещё детёныш один, в смысле, человеческий. Я не пойму, она её поймала и съела. Уже съела, пока я тут болтала. Или что? Где мышь-то? Где у тебя мышь? Ну, мышь там малюсенькая была, может, она её, правда, уже съела. Короче, внезапно встретила там знакомую девчонку. Я думала, она спевает, а она мастер-классы проводит и не спевает, в общем, в общем, вот. Пойду я дальше свой супчик есть. Пока тебе, наверное, зритель. Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»!